Первые в списке визита министра труда и отцу защиты «Славянка» – местная фабрика «Бренд Беларуси». В портфолио десятки контрактов – Nike, Adidas, Hugo Boss и даже Blackstar. И все-таки в приоритете – внутренний рынок. Если не все, то шьют на «Славянке» много – пальто, костюмы, спецодежда, спортивная, школьная форма. В 2020-м к этому списку добавляются маски и защитные костюмы для медиков. Предприятие первое в стране становится на рельсы антикоронавирусной продукции. Более 11 миллионов масок было произведено и поставлено и в аптечные сети, и предприятиям, другим предприятиям республики. Кроме того, халаты, комбинезоны и другая защитная одежда – то же самое было востребовано в прошлом году. Мы работали даже все субботы и даже по воскресеньям для того, чтобы в пик спроса удовлетворить его. То это говорит о том, что люди понимали ситуацию и не жалели сил, чтобы это выполнить. Но уже сегодня ритмы работы привычны. Создаются новые модели. Ирина Костевича показывает все, чем так гордятся бобруйские портные. Без сюрпризов не обходится, здесь по-другому не умеют. Небольшое дефиле. Посещение цеха – обязательный пункт в программе. Не отходя от кассы, разговор с коллективом. Все-таки название министерства ко многому обязывает. Улучшение демографии, уровень зарплат, пенсионный возраст – тем для общения много. Но здесь важнее всего услышать насущные проблемы людей. Вопросов у бобручанок накопилось немало. Может быть такое, что материальный капитал могут платить не только за третьего, но и за второго, за первого. Возможно ли такое? Вторые дети – это, я называю, демографический такой резерв для перехода в статус многодетный. И сегодня у нас в стране с вами 738 тысяч семей, которые воспитывают одного ребенка в возрасте до 18 лет. Я когда увидела эту цифру, думаю, 738 вторых деток могло бы быть тысяч деток, если бы мы спровоцировали, чтобы получили отклик. И поэтому, конечно же, что-то надо делать. Мы сейчас работаем над этим, бесспорно оцениваем эти расходы. Но мы посмотрели, что даже если сохранить рождение на уровне вторых деток, как есть сегодня, введение семейного капитала, хотя бы половина той суммы, которая есть на третьего, это 450 миллионов рублей в год. Это огромная сумма, поэтому мы не говорим «нет», мы говорим «мы работаем». Спрашивают и про использование семейного капитала для покупки вторичного жилья. И здесь в приоритете нуждающиеся, то есть те, кто стоит в очереди. Ирина Костеевич отмечает, досрочное использование денежных средств в первую очередь для решения первостепенных задач. Декретный отпуск тоже становится обсуждаемой темой разговора. Три года мы ухаживаем за ребенком. Возможно ли сокращение этого декретного отпуска? Решение не принимается, сокращение отпуска, но мы не оставляем этот вопрос, не выбрасываем из внимания. Почему? Вот этой мере три года оплачиваемого отпуска 30 лет ввели в 92-м году. 92-й либо 93-й. И мы видим, что три года отпуск оплачиваемый, и при этом с рождаемостью у нас ситуация ухудшается. Мы же понимаем, деньги тратятся, вот в год, чтобы вы понимали, только на выплату ежегодно вот этого пособия по уходу за ребенком полтора миллиарда рублей. Полтора миллиарда. Деньги большие, а дачи в том объеме, как бы хотелось. Как я говорила, минимум двое деток, среднее три, а максимум пять. Пока мы вот такой не получаем. Спрашивают и про повышение пенсионного возраста. Ответ однозначный. В ближайшее время нет. Разговор содержательный. Уже после окончания швеи благодарят Ирину Костеевич. За визит и снова приглашают в гости. Следующей остановкой в рабочем визите министра становится отделение дневного пребывания инвалидов. Сегодня здесь занимаются 49 ребят. Для их развития созданы все условия. Есть кружок двигательной реабилитации, есть кружок социально-бытовой реабилитации. Очень много творчеством занимаемся. Есть швейная трудовая мастерская, есть Тифло-информационный центр, который работает у нас с прошлого года. И также есть полиграфическая мастерская. Отделение территория без барьерной среды. К слову, это одно из направлений работы министерства. Ирине Костеевичу рассказывают о достижениях ребят, показывают, чему обучаются и как отдыхают. И здесь главное создание неограниченных возможностей для особенных людей. Неслучайно и слоган учреждения «Мечты сбываются» на память подарок «Хендмейд». Пусть напоминают вам о нас, о наших ребятах, о нашем отделении, об этой поездке. Спасибо, ребята. Супер. Спасибо. Посещение Центра поддержки семьи, материнства и детства покрова – завершение рабочей поездки. Не случайно. Вопрос поддержки семьи сегодня в фокусе внимания государства. Ирина Костеевич знакомится с работой, общается с работниками социальной сферы. За круглым столом говорят и о планах на будущее. Мы 2021 год стартанули в новую пятилетку 21-25, уже на финише программы социально-экономического развития страны, которая рассматривалась на Всебелорусском народном собрании. И там уже были обозначены приоритеты. Это демографическая безопасность, мы говорим, счастливая семья. И президент озвучил программу «Многодетная Беларусь». Задача у каждого беларуса – минимум трое деток. Это вот ваша задача молодого поколения. Это, конечно же, эффективная занятость, это рынок труда. И третье направление – это тоже очень важно. Активное долголетие, достойная старость. И в прошлом году мы приняли стратегию активного долголетия. В этом направлении мы тоже будем работать. Одним из итогов встречи становится договоренность о проведении в канун Международного дня семьи 15 мая Большого форума в Бобруйске. О нем будут обсуждаться пути развития традиционных браков и не только. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.